Привет всем зрителям данного видео, мы продолжаем прохождение игры Амнезия Машина для Свинок. Ну и собственно мы заряжаем данную штуку. Ладно, допустим. Понял, валим. Валим, валим, валим. Чик. Давай, дай шоп тебе. Опа, туда. Чик. Готово. И вот теперь уже можно внести ее к машине и втыкать. Ну теперь она по-любому должна завестись. О, даже настраивать не пришлось. Хорошо. Что, все? Итог ради того, чтобы она пару сантиметров уехала, я должен был... Так страдать? Ладно, допустим. Кладбище. Что может быть лучше кладбище? Супер. Давайте обследуем все это кладбище, может быть, что-то нам полезное найдем. А может быть и нет. Но проверить стоит. Главное не ходить по могилам. Это плохо. Так, блин, не лагай. Игрушечка, пожалуйста. Хорошо. Тут мы не пройдем. Ну, тогда спускаемся вниз. Ура. Уровень пройден. Мы переходим на следующий этап. Хорошо. Так, давайте прочтем наши воспоминания. Быстрый доступ. Дорогой, милый бог всех блаженных и смиренных. Я должен продолжить себе путь к спасению. Схватить этот контейнер с его вонючим содержимым. И покинуть это место до того, как сюда вернется этот почти человек. Я отправлюсь в церковь. Ведь эта мерзость уже уж точно не сможет ступить на священную землю. Ага, наивный. Конечно, все сможет. В церкви святого Донстена. Я помню, как мы сидели здесь, одетые в черные. Мы оплакивали и молились, склонив головы. Как же я тогда ненавидел бога. Как я отвергал его. Если это наш бог, это свинья, которая отнимает у меня жену, то я отказываюсь принять его объятия. Я вырежу нового бога для нас всех. Какое сумасшествие. Я был таким дураком. Если бы весь этот богокхульный бред оставался внутри меня, я был бы обречен. Но даже здесь я чувствую пульсацию машины подо мной. И я знаю, что мой путь ждет меня. Нормуль, нормуль. Ну понятно, чувак потерял жену, и поэтому у него поехала крыша. Ну и со временем это все только усугубилось. Хорошо. Так, у нас дверь приоткрыта. Еще одна. Класс. Три двери у нас, три пути. Ничего полезного не наблюдаем. Блин, ну возьми ты лопату, чтобы отбиваться от врагов. Нет же, только фонарик может брать. Капец. Минус одинокириализм. Твоя листья выражает твою зрение, профессор. Это ирочный кофин, который держит тебя от проживания в будущем. Мы требуем нового депутата. Один из стима, из магнетизма и прогресса. Древний депутат не больше, чем слабый депутат, который поднялся на людях. Угу. Угу. Какая обалденная музыка. Так. Дневник отца Еремии. Они стекаются сюда, когда... Где когда-то я ходил среди них, неся спасение. Сейчас же, влекомое теплом среди зимы, пищей, что раздает. А Мандус, они заполонили мою церковь и уберегли меня от разорения. Он идет мимо них, и они едва ли не боготворят его. Он не дает им работать на своих заводах, утверждая, что его рабочих специально учит обращаться с новыми машинами, что рисковать жизнями неподготовленных прихожан было бы безответственно и неэтично. Путешествие в Мексику изменило его. Достойного захваления то, что перед лицом ужасной трагедии, зачастую прикованный к постели, он находит силы на величайшую благотворительность во всем Лондоне. Невзирая на то, что стал основным поставщиком пищи в округе, он раздает плоды трудов своих беднякам. А они в ответ становятся его верно подданными. Ясно. Так. Окей, мы нашли. Кое-что. Тихо. Так. Тут точно ничего нет. Кресты. Опа. Свечечка. Мне про это говорили, что нужно взять свечку и куда-то ее вставить. Так вот куда, мне не уточнили. Но где-то на алтарь. Покай, мишки. Так. Давайте осмотрим. Тут ничего не лежит. На данных скамеечках. Так, друзья, я снова с вами. Меня прервали звоночком, так что звоняйте. Но, так. Тут ничего. Никаких записочек вроде бы нет. Хотя. Блин, не кинул. Ладно. Хорошо. Записок нет. Жалко. Хотелось бы еще почитать этого умного бреда. Но. Чик. Хорошо. Так. Свечка есть. И тут свечки есть. И куда же тебя втыкивать? А, во. Ты ба. А. Что? Покай. Нам открыли проход. Оп. Ого. Хорошо. Спасибо добрым людям за такую подсказку. насчет тайничка. Это было круто. Я в жизни бы не догадался. Догадался бы, но не так быстро, как сейчас. Да, ну не лага игра, пожалуйста. Спасибо. Так. Ну, перед тем, как спускаться, давайте вспомним что-нибудь. Адская машина. Адская машина. Я спускаюсь. И да, хранит Господь мою душу. Если это мой бедлам, и мне выпала роль Мэтьюса, то я одену эту мантию ради моих детей и встречусь с любимым, кроющимся, под алтарем, ужасом. Что-то мне тут уже не нравится. Не дай бог, сейчас что-то выскочит. Это уже будет капитальный эпик. Так, лампочку мы вырубим. Так, она по-любому привлечет ненужных гостей. Тихо. Пожалуйста. Мне нужно нервничать. Последние мысли. Что творится? Эксгумация? Гниль? Сшивание органов? Не думаю, что меня когда-либо найдут. Но все же оставляю тебе эти строки, нацарапанные на взловонной полутьме, под шарханье моего мучителя. Другие заключенные причитают и скулят в полумраке. Я жду, когда стук по моей клетке возвестит, что пришла моя очередь зайти внутрь. Так, ладно, давайте пока мы со светом-то побродим, потому что тут нифига не видно, даже при максимально выставленной яркости. соблюдайте тишину. Окей. В таком месте, кроме тишины, соблюдать-то и нечего. Пу-у-у-уху-у-у-у-у-у-у-u-u. О! Ты чё, живые, что ли? Ну ладно Твою мать Так, хорошо Так, лампочка, не вздумай мне тут подыхать Субтитры сделал DimaTorzok Так, 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 так Тихо, тихо Никого Ну это пока Ладно Так, хорошо Тут у нас ничего Сбодрились и идём дальше Твою мать. Где они? Блять, вижу, вижу, вижу. Тихо, тихо, тихо. Ёб твою мать. Блин, он все равно идет за нами. Не понял. А куда он делся? Ладно, допустим. Похоже, они тоже любят как бомжи исчезать внезапно. Так, я что, кругами хожу, что ли? Блин, то шо ж такое. Так, все, пора выбираться отсюда. Пофигу на все происходящее. Ищем выход. Ну, хорошо. Мы это сделали, люди. Чего я сразу не пошел к выходу. Ну, ладно. Все-таки играю впервые. Страшно, жутко. Ну, хорошо. Да, странно. В Олд Ласте было не так страшно. Хотя там было пожутче. Атмосфера. Ну, да ладно. Неужели мы снова здесь? Заперто. Куда это мы попали? Опять на завоз, что ли? Заперто. Хорошо. Ничего пока здесь я не наблюдаю. Интересного. Да, это хорошо. Машинка? Нет. Машинка не заводится. Так, очередные наши записи. Ну, сейчас мы их и прочтем. Перерабатывающий завод Мендуса. Моя душа сотрясается от увиденного. Но я хотя бы добрался до центральной части завода. А теперь вперед и вниз, чтобы найти затопленную часть и откачать воду. Как Моисей когда-то я раскалю воду, чтобы вырвать своих чат из лап зла. Ну, да. Я на это с радостью посмотрю. Что будет тут происходить. Так, ну тут у нас, наверное, ничего нету. Так. 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 Хорошо. Мы типа здесь, да? В подсвеченной области. Хорошо. Так, давайте послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, мой дорогой человек, как уничтожить цикл? Вы не можете просто уничтожить премьер-производительный мир для этих невероятных. В работе, в орфанах, вероятность в Бога может быть только единственным соком можно найти. Мы не должны ждать. Мы можем привести в Парадайзе сейчас. Мы можем вытаскивать свою любовь. С только маленькой сакрифицией мы можем держать в Апокалипсе. С только маленькой сакрифицией мы можем освободить наши шаклы и вытаскивать их в Парадайзе сейчас. Продвигаемся дальше. Твою мать. Свинки за нами не бегут Или это обычный Скримак Хорошо Так, дверей здесь нет Поэтому идем снова в центр А вот этого не надо Так, записок нет И у нас снова два пути Ну давайте наверх пойдем Так Стулья Нафиг Супер Ты меня успокоил Ну короче это тонкий намек на то, что Внизу нас уже ожидают Хорошие мамстряки Записочка 17 октября 99 Каждое отделение эргономично Желобом для пищи установлен так Чтобы продукт сам занял положение Удобное для оглушения электродами Мы используем естественный статический заряд Создаваемый трением тележек О конвейер Заряд хранится в стеклянных вакуумных банках По бокам от электродов И переходит на них по медленным проводам А, по медным проводам По нашим наблюдениям Искусственные молнии Заключенные в этих банках Успокаивают продукты еще больше После удара током Лента резко встает вертикально Чтобы оглушенный продукт Падал прямо на крюк Для кровосбора Крюк цепляет продукт за бедро И конвейер Становится не нужен Вместо него мы используем каналы В полу По которым кровь и побочные выделения Стекают В коллекторы жидкостей Фууууу Блин Жарально жутко это читать Ну что поделаешь Да блин Нафиг Фууууууу intelligent Тут ничего креслом на ухо ну хорошо ну разумеется выйти мы не сможем начальник цеха хорошо начальник цеха супер ну что же друзья я думаю что здесь мы по любому погибнем хотя бы раз пока я не пойму что нужно делать поэтому не пугайтесь о данных свинок они не страшные просто хотят нас убить хе 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 так ммм так про эту штуку мне тоже говорили что нам нужно зажечь вот эту штуковину ах что все эмм ну как бы все опа все мы в ловушке как это все предсказуемо и неужиданно насосный зал ах 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 18 октября 99 года на потолке вдоль этого участка ленты установили ряд собирающих отдушин во время оглушения и гравосбора из пищеварительной системы продукта часто исходят зловонные пары их можно собрать сгустить и пустить в метановый котел для питания всего обработчика таким образом чем больше мы перерабатываем продукта тем больше копится энергии для машины и производительность растет просто гениально и появляется саморегулирование господи шо ж тут за бред происходит помогите я хочу бежать от сюда ух так хорошо держимся держимся так три рычага ок молоток вольтметр подпавший откуда то Так, давайте мы дверцу прикроем, чтобы нам никто не мешал. Оп, тихо, тихо, тихо. Вот так. И закидываем, давай. Раз, два, что все, угля больше нет, хорошо, с двумя углями загоришься. Кто-то есть? Так, ну, вроде как никого. Не-не-не, туда я сейчас по-любому не пойду. Так, тут. Так, здесь у нас уже все горит. Так. Но уголь есть. Так, отсюда мы пришли, да? Так, секундочку, надо еще раз проверить. Так, ну, вроде бы горит нормально. Заправлять дальше не надо. Хорошо, включаем машинку. Не хочешь? Ну, ладно. Стой. А ты заправил печи? Так, ну, вроде как да. Третья горит. Четвертая аж. Тоже горит. Вторая тоже у нас успешно горит. И первая. Так. Хорошо. Давайте искать следующие печи. Если они у нас тут есть. Ну, пятая, шестая, разумеется. Здесь. Так. Давайте сейчас. поищем записочки. Если они тут есть. Так. Ну и заодно. Уголька. Что это все? Ладно. Я не жадный. Сейчас еще принесу. Так. А это горит. Так. Свинки. Не шуметь. Да. Давай. Закрывайся. Так. И что у нас были за воспоминания? У Лилии руки стали. У Лилии руки молчат. Поршни не слышно. Завод не работает. Боюсь, не придется разворошить осиное гнездо, чтобы открыть себе путь. Но размер этих двигателей намекает на то, что это лишь вершина айсберга. Так что мой друг, должно быть, был прав. И большая часть этого завода находится под землей. Мы далеко от Эмзы. Не удивительно, что наводнения здесь частая проблема. Огонь и сталь. Горит огонь. Если здесь поработал тот же архитектор, что и на химическом заводе, я предполагаю, что поршнями управляет какая-то централизованная система. Осталось лишь найти ее и понадеяться, что диверсант успокоился после того, как погасил пламя. Так, ну что, теперь включися. Да. Ну вот и все. Ну вот, друзья, мы справились как могли. Теперь осталось найти выход из данной локации. Тихо. Блин. Класс. Так, друзья, не останавливаемся. Ищем. Так, сюда мы не пойдем. Блин, лампа, что ты вздыхаешь так не вовремя. Блин, а куда мне идти-то? Не понял. Где я провтыкал выход? Твою мать. 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 Так, одну свинку мы Удачно прошли И продолжаем выбираться Отсюда По мере наших возможностей Твою мать Чтоб тебя Иди нафиг Твою мать Фу Я успел Фу Хорошо Что у нас здесь Так Секундочку Раз у нас есть возможность Давайте сюда пока мы сподвигаемся Что у нас здесь Давай Так Записка 30 апреля 1899 года Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!